Девушки отдыхают И вы опять со мной, как прежде, друзья надежные мои Все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви Иду к тебе за истиной святой, чтобы узнать, чего я в жизни стою Это слова Ильи Резника из песни «Молитва», которая, несомненно, является одной из наших любимых Здравствуйте! Меня зовут Кота Романов, и актер-путешественник Меломан В этой студии каждую неделю мы встречаем у себя в гостях исполнителей, которые поют о самом главном Которые поют наши любимые песни Давайте начнем наш домашний концерт на Спасе Ехали на тройке с бубенцами А вдали мелькают огоньки Эх, когда бы мне теперь за вами Душу бы развеять от тоски Дорогой длинною Да ночкой лунною Да с песней той, что вдаль летит свиняк Да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня Да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня А выходит, пели мы за даром Понапрасну ночь за ночью жгли Если б мы покончили со старой Так и годы эти отошли Дорогой длинною Дорогой длинною Да ночкой лунною Да с песней той, что вдаль летит свиняк Да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня Да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня Дорогой длинною, да нучкой лунною Да с песней той, что вдаль летит звеня Да с той старинною, с той семиструнною Что по ночам так мучила меня Ну что ж, друзья, еще раз приветствуем бурными аплодисментами Певец-композитор Руслан Алекно Кроме того, человек с невероятно добрыми глазами и очаровательной улыбкой Присаживайся, пожалуйста, к нам за стол Скажи, пожалуйста, насколько мы знаем, ты не из музыкальной семьи? Если мы говорим о музыке, то у каждого в семье есть те, кто поет за столом, так сказать Этим человеком с детства был ты, да? Этим человеком с детства был бы отец мой Отец, да Это был мой отец, который всегда на всех мероприятиях, пока сыновья росли Он на себя брал эту участь По воле отца мы поступили с братом в музыкальную школу Но так как папа военный, у нас было так Значит, ты будешь играть на трубе и на баяне Я, а брат, ты будешь играть на баяне и на фортепиано И вот так вот пять лет Нас с братом настоял Какие музыкальные инструменты ты освоил? В музыкальной школе я освоил трубу и баян А так как мы жили в общежитии этот период, у нас в общежитии был кружок по, так сказать, игре на разных инструментах И я выбрал для себя ударный инструмент Кроме этого, я играю на гитаре А о чем у меня папа играет на гитаре? Ну что ж, а давай мы поприветствуем сейчас заслуженную артистку Диану Бурцкая, твоего близкого друга Дианушка, здравствуй Здравствуйте А скажи, пожалуйста, ты пришла сейчас на концерт Руслана Вы так немножечко поменялись местами До этого Руслан был на твоем концерте Что вас связывает? Что за человек такой Руслана Лихно? Расскажи нам Да, конечно же, наша дружба уже такая многолетняя И Руслан, он очень человек порядочный Мне нравится, как он относится к нам, к коллегам, к друзьям И самое главное, как он относится к своей семье Очень часто мы также созваниваемся, общаемся, спрашиваем у друг друга разные советы по музыкальной части и так далее Вы знаете, очень важно, когда есть вот такие люди рядом Я очень рада, что сегодня, вот в твой день, мы здесь собрались И можем подарить частицу своего сердца, своей души тебе И ты этого заслуживаешь Спасибо большое Мы так плавно переходим к твоей следующей песне Мы поняли, что человек очень тонкой душевной организации И вообще большой широкой души В твоем репертуаре разнообразные песни на разные тематики И сейчас хотелось бы попросить тебя исполнить песню «Молитва» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, мой Господь, Всевидящий мой Божий, Душа моя лежит на смертном ложе, Хоть бренно ищу в движении тела, Идущие в грядущие пределы. Иду к тебе за истиной святой, Чтобы узнать, чего я в жизни стою. Кто я такой, идущий к очищению? И в чем, Господь, мое предназначение? Я звал тебя, свидетелей и судьи, Когда свой беспредел творили люди. Я бился с ними честно и жестоко, Но был как в поле воин одинокий. Я звал тебя, но ты был чем-то занят, Когда я плакал тихими слезами, А матери моей в тебе ушедшей Из этой горькой жизни сумасшедшей. Из этой горькой жизни сумасшедшей. Ты не оставь молитву безответной, Оставь глоток любви неистребимой, И сохрани любовь моей любимой. Мне без тебя путь дальний невозможен. Прошу тебя, о милостивый Боже, Спаси меня от немощи и скверны, Ты пастырь мой, а я слуга твой венний. Я думаю, самое время сейчас представить одного из твоих многочисленных гостей. Сегодня это отец Александр Агейкин, Настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы. Батюшка, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, мы знаем, Что вы являетесь духовником Руслана. Да, и как давно состоялось ваше знакомство? Расскажите, пожалуйста. Ну, мы знакомы с Русланом уже несколько лет, Более семи лет. И встречаемся довольно часто. Он как настоящий христианин в воскресный день В храме молится вместе с нами. Поэтому наше общение постоянное В течение уже нескольких лет. Руслана, а скажи, пожалуйста, ты, Как на тебя влияет духовное окормление отца Александра? Благодаря батюшке я получил ответ На многие вопросы для себя. И до сих пор получаю. Вот я очень, на самом деле, рад, Что есть такая возможность, батюшка, Вот у меня лично общаться с вами, да. Хорошо, что есть это место. Реально. Потому что если вот поддаться всему тому, Что происходит в светской жизни, А в частности... Вот это вот как раз тоже хотелось Сейчас у батюшки уточнить. Потому что мы все знаем, Что ты человек шоу-бизнеса, да. Человек эстрады. Батюшка, как вы считаете, Насколько тяжело действительно, да, Будучи человеком публичным, эстрадным, Сохранить вот этот вот духовный Внутренний стержень, да. Удается это Руслану или нет? Это нелегко, действительно. Потому что нужно всегда оставаться Христианином, оставаться вот тем, Кем ты себя видишь перед Богом. Без актерства, без игры какой-то. Без масок, да. Без масок, да. И вот успех Руслана, Успех его песен, успех его музыки Все-таки связан с тем, Что он старается быть искренним. Ну, мне на самом деле нелегко, честно. Мне всегда говорят, вот особенно в нашей профессии, Знаете, у меня выработался некий иммунитет там, Что касаемо этой достаточно известной всем фразы Вы не формат. То есть реально, да. А я научился... Чего больше? Да? Да, да. А я научился за годы, так сказать, определенное время, Говорит, не формат, моя сильная сторона. Поэтому благодаря вот... Слушайте, а это тоже надо выработать в себе. Интересно. Каждый гость, каждый герой нашей передачи Несет какой-то, знаешь, как сказать, не совет даже, Какую-то такую мудрость, да, своеобразную. Вот сейчас вот это вот не формат, это моя сильная сторона, Это прям здорово. Ну что ж, друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, После чего вернемся к нашему интереснейшему диалогу. Сегодня никуда не переключайтесь. Наши любимые песни. Наши любимые песни. Мы продолжаем наш домашний концерт. Очаровательный Руслан Олег, герой нашей сегодняшней передачи. Много, действительно много гостей у тебя сегодня, Твоих друзей. И хотелось бы представить еще одного гостя нашей сегодняшней передачи. Евгений Кунгуров, оперный певец. Евгений, здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, да, в свою очередь, Что вас связывает с Русланом? Как давно вы дружите? С Русланом мы дружим, весной будет пять лет. Ну, собственно, знакомство произошло, Сидя в кресле самолета, После первой же фразы, Женька, привет. И объяснять, что вас свело, Как вы сдружились, Это, наверное, невозможно. Существуют какие-то другие законы, Которые соединяют людей. И становишься другом. Мы сошлись в одном, Что нет ничего сильнее в этой жизни, Ничего сильнее, Когда ты после рабочего дня, После своих проблем и забот, Возвращаешься домой, И радостно в колготках или без колготок Подбегает создание, Прыгает на тебя, И ты еще не разделся и кричит, Папочка, как я по тебе соскучился. Это правда. Ничего сильнее в этой жизни нет. И в этом мы с Русланом солидарны. Евгений, спасибо большое за такую откровенность. Мы знаем, что вы сегодня к нам пришли Со своим музыкальным сюрпризом. Я хочу спеть песню, Достаточно философскую. Чаще, чем эту песню, я не пою ничего. Люди ее очень любят. Я недавно услышал выражение Об этой песне. Я его запомнил, взял для себя. Мне кажется, оно очень точное. Если взять человеческую жизнь В рамках вселенной, То это лишь песчинка, миг. Вот еще два месяца назад я с бабушкой СВ разговаривал, а сегодня уже ее нет. И я понимаю, что так все в этой жизни. Поэтому давайте любить друг друга. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чем дорожу, Чем рискую на свете я Мигом одним, Только мигом одним. Счастье дано Повстречать и в беду еще Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется Жизнь АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое! Спасибо! Как давно вы со своей женой вместе? Как вы познакомились? Ой, у нас интересная, конечно, история знакомства была И если я начну рассказывать, это будет... И да, еще одна программа Хорошо! Юлечка, можно вас попросить тогда к нам за стол? Да, друзья, давайте поприветствуем Не каждый раз у нас в гостях такая очаровательная пара, такая семья У нас очень интересное знакомство было Я думаю, что все не просто так А был промысел Господа в нашем знакомстве Наш общий друг пригласил меня на свадьбу своей сестры Но прежде чем идти на свадьбу, я его спросила Женихи там будут? Я говорю, ну и что идти? Он сказал, будут Я пришла Посмотрела по сторонам Пока никого не было А потом появился... Да, но я пришел с женщиной, которая старшая, что у меня 30 лет Юля так подумала, просто мы вошли вместе туда Мы пообщались, телефон мой не взяли Но когда я вернулась домой, мама говорит, ну как свадьба? Я говорю, прекрасно Я, наверное, выхожу замуж за Руслану Алихну А при том, я телефон даже не взял Телефон не взял Вот так сразу В конечном итоге получается, что неисповедимы пути Господни Но именно они вас и свели еще в таком месте Песня «Любовь», друзья Я не знаю, я просто верю Что отмерены нам столетия Что за жизни закрыты дверью Есть вторая, еще и третья Я не помню, я просто знаю Что с тобой был, с тобою буду В каждой жизни опять встречая Бесконечность любви и чуда Все поем Тысячи дней с тобой Тысячи нежных фраз Это придумал Бог За много лет до нас Вечно с тобой дышать Верить и знать моя Видеть и повторять Любимая 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 Среди тысяч разных судеб Я твою угадаю взглядом У вас у всех хорошо все будет Я не ангел, я просто рядом Я не ветер Я не ветер, я тот, кто любит Я не ветер, я тот, кто любит Ты души моей нету В звездах Счастье в новую жизнь Рисует Где ты мне солнце, а я твой воздух Все поем Тысячи дней с тобой Тысячи нежных фраз Это придумал Бог За много лет до нас Вечно с тобой дышать Верить и знать моя Видеть и повторять Любимая 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 Счастье в новую жизнь Любимая 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 Наши любимые песни Наши любимые песни Мы перейдем еще на один период в твоей жизни Греческий период Давай вот так охарактеризуем С удовольствием Когда ты поехал в Грецию И учился в школе эстрадного мастерства Эстрадного мастерства Это как раз было в период Евровидения Это был 2008 год Ну что ж, друзья Давайте тогда мы представим нашего Еще одного гостя В нашей сегодняшней передаче Эфлид Кердидис Эфлид, здравствуйте Вы откуда родом? Вот из Греции, да? Или из... Мои предки родом из... Фессалоники Как говорят греки Салоники Салоники Да Салоники Но я-то родился и вырос в Советском Союзе А Но родители живут в Салонике Да, да, да Родители в Салонике Прекрасные родители такие Русский человек, российский человек Всегда себя ощущает там Как дома Ощущает греков как братьев Ну вот скажите Независимо от того Знаете вы язык или не знаете вы язык? Эхаристо Паракало И хочу вам еще, знаете, что сказать? Калипетихея лада Ай, браво Браво, Руслан А что это значит? Эхаристо Пожалуйста, благодарение Спасибо Паракало Это пожалуйста А, пожалуйста Пожалуйста Хорошо В таком случае Вы к нам тоже сегодня пожаловали Со своим музыкальным сюрпризом Что это будет за песня? Вы знаете Я, конечно же, не певец И рядом с Русланом И Евгением петь Но я поющий артист Поэтому я просто Поющий актер АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Όλα καλά κι όλα ωραία Εσύ σου μάλλονε παρέα Και που σωκάκι να τραγουδήσεις Δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις Και που σωκάκι να τραγουδήσεις Δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις Και που σωκάκι να τραγουδήσεις Δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις Δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις Σας ευχαριστούμε Σας ευχαριστούμε Субтитры создавал DimaTorzok Наши любимые песни. Наши любимые песни. Домашний концерт на телеканале «Спас». Друзья, мы продолжаем. Герои нашей сегодняшней передачи Руслан Олегно. Темная ночка, одежь твоя дочка. Темная ночка, одежь твоя дочка. Моя дочка у садочку Ружу-ружу полить. Ружу-ружу полить, белые ручки колить. Ружу-ружу полить, белые ручки колить. К веточки рве, к веточки рве. Вяночки извивая, слезки проливая. Вяночки извивая, слезки проливая. Куполинка, куполинка, темная ночка. Темная ночка, темная ночка. Одежь твоя дочка. Удивительная песня на белорусском языке. Руслан, мы знаем, что почти год назад президент Республики Беларусь тебя наградил очень почетной, очень высокой наградой. Представил тебя эта медаль Франциско Скорины, которая вручается за отличные достижения в профессиональной деятельности, в частности, умножение духовного, интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа. Это действительно очень высокая награда. И как ты себя в тот момент ощущал? Ну, во-первых, когда мне позвонили и сказали о том, что вот вам в день, когда я ехал, так сказать, на выступление, просто ехал на выступление. Первый января. Первый января. Они говорят, вот сегодня вам еще будет вручена награда. Я говорю, какая награда? Я мало того, что так волнуешь всегда, когда выходишь на сцену, неважно, где бы ты не вступал. А здесь перед главой государства, да еще и награда. Но при всем при этом, конечно же, это было приятно, получить награду из рук главы государства на почетном, так сказать, празднике в честь Нового года. Потому что такая награда, такого уровня, так сказать, она, можно сказать, впервые в моей жизни. У нас в гостях сегодня еще один замечательный музыкант, молодой. Молодой, талантливый. Да, молодой, талантливый. Это Герман Фетченко, с удовольствием представляем его. Привет. Проходи, пожалуйста, к нам. Проходи, пожалуйста, за стол. Привет. Расскажи, пожалуйста, с чего начинался твой творческий путь? Ну, как у всех, я пошел в музыкальную школу в 8 или 9 лет, я уже точно не помню, но это был, по-моему, третий класс. Но только не говорили, по-моему, что если захочешь, бросишь. Сначала я вообще на гитару шел, а на вокал меня уже... Талантливый телефон не освоил? Нет. Ну, надо сказать, что у Германа отец Сергий, да, это папа твой, отец Сергий, сегодня с нами. Батюшка, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы, да, вот как вы к этому отнеслись? Сын хочет стать музыкантом. В общем, не было как бы раздумий по этому поводу. Мы сразу решили, что у нас все дети будут закончить музыкальную школу. У нас трое детей в семье. Но дома с самого рождения горланило громче всех. Что-то напевал. И у нас был вариант, что, может быть, его на вокал. Ну, так вот, в общем, пошли, послушали его. Ну, да, говорит, давайте, данные есть, возьмем. Концерты вообще были, вот помимо того концерта, который ты нам сейчас устроишь? Ну, да, конечно, концерты, ну, смотри где, в разных ДК, там, ДДТП. Были даже сольные. А какие планы у тебя на будущее? Скажи, пожалуйста. Ну, я сейчас заканчиваю музыкальную школу, потом хотел поступить в училище имени Гнесиных, потом в академию. Замечательно. Дай бог. Молодец. Дай бог тебе удачи. Да, удачи. А сейчас в исполнении Германа прозвучит песня «Гори, гори, моя звезда». Друзья, под ваши аплодисменты, Герман, попрошу. Гори, гори. Гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня, ты у меня, одно заветное, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших. Ты будешь вечно незабвенная, в душе измученной моей. Ты будешь вечно незабвенная, в душе измученной моей. Твоих лучей волшебной силой. Вся жизнь моя озарена, умру ли я, ты над могилою. Гори, сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою, гори, сияй, моя звезда. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно. Герман, спасибо тебе большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас хотелось бы обратиться к Диане Гурцкая. Диана, сейчас песня, которая прозвучит в финале, это будет ваш дуэт с Русланом. Хотела спросить, когда первый раз вы с Русланом исполнили песню дуэтом? Конечно же, это было на телеканале «Спас», как раз был такой же концерт со мной. Мы музыкально очень совпали. В общем-то, вы видите, что человек настолько добрый, под него просто, ну не знаю, энергетика несказанная, добрая. Я думаю, что мы с Русланом попробуем, ее споем и как-то посмотрим, как это зазвучит сейчас еще раз для вас. А мы вас с удовольствием поддержим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Между ногами здесь я счастливой звезды И между нами ночь стеною вражды Досада горькая звенит словно плеть И нету сил обиды преодолеть Но вот в окно случится случай конец И нашим горе с тем приходит конец И новый день сменяет сумерк печаль И снова жить светло и радостно вдаль Всегда крылатые и мятежные Со мною спутники мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви И вы опять со мной как прежде Друзья надежные мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви Я не боюсь пустой наветной молвы Я перед нею не склоню головы Как ни была бы моя дорога крута Я знаю где-то впереди высота Да раз я устану жить и любить А я еще успею крылья сложить Крича отчаянно кружит воронек Я не устану верить счастье свое Всегда крылатые и мятежные Со мною спутники мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви И вы опять со мной как прежде Друзья надежные мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви Всегда крылатые и мятежные Всегда крылатые и мятежные Все девять месяцев любви И вы опять со мной как прежде Друзья надежные мои Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви Все девять месяцев надежды Все девять месяцев любви Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok